добрый день друзья сейчас мы с вами снова на кухне подводим итоги весенней работы и начала летней как у меня получилось что не удалось прекратить эту работу и уйти на заслуженный отдых объясняю объясняю но каким-то образом не удалось продать все что я хотел 2 холодильник видите чего тут только нет здесь есть и сухие семена полюбуйтесь что это у нас вишня степная имеет она еще какой особенно в северных регионах вот целая банка вишни волос универсальная универсальная значит и сама хороша и как по двое годится смотрите все это но с этого момента сегодня 25 число 25 апреля все с этого момента все это будет уже не жизнеспособна потому что их уже сушить поздно обратно они уже свой срок пережили теперь эта банка будет просто выброшена посмотрите видите вот беленькая краснеется это значит что она вот видно корешок торчит то есть самая пора садить самая-самая пора но к сожалению не пригодилась а вот еще специально вишни для приема персиков не распродана вишня степная страницированная не распродана вот уральская до ревна яблочко полная банка ну понятно пока ажиотажа нет ли к россия вот разговоры про импортозамещение остались разговорами потом нет как у нас и принято дороги не построены наука осталась где-то так за пределами садоводство как-то она разделилась садоводство само по себе но к собой себя интересно да так бывает бывает но теперь смотрим еще кое-что вот посмотрите видите готовы к посадке сарки слив целая банка если вы культурные полу культурные то же самое это все обречено но есть некоторое будущее дело в том что у меня остались такие банки с сухими семенами их испортить невозможно они у меня стоят погребе вот ну что это например амур сеянцевые посадили какие благородные косточки видели самура выращивать можно получить прекрасные плоды ведь ничего не конечно это с 30 граммовых плодов получились такие куски не что они даже не 70 но я вам скажу что до сибири это годится давайте глянем на улицу видите зелелела трава 25 апреля до цветения еще далеко цветение будет мая пока только дикоросы чуть-чуть зеленеют это сибирь это мой двор несчастный где уничтожали деревья дикоросы хорошо уничтожали звон пил 6 утра по всей знаете мне надо кажется жеки эти которые убирают листву вот их большими так коллективами по 3 человек на каждой улице сгребаем с газонами которые выпиливают деревья часть полностью часть под основание часть делают из них шары дебильные даже там где они ничего не загораживает вот вся эта придумана гигантская работа только для того чтобы содержать больше штата и больше с нас денег тратить но это так я как гляну на двор с этими самыми дебильными шарообразными деревьями изувеченными мне так жутко а им нет у них это заработок больше можно денег как-то оприходовать мягко говоря ну в общем вот этот небольшой сюжетик только ради того чтобы показать не сбылось вот она не сбылось вон они порастают показывал я вишневые косточки также порастали вот горе то какое это пустой сибири это пустой россии это при том что вишневые сады уничтожены повсеместно ну как так получилось я все о том да потому ну почему если ученые заявили это громко это на всю страну это не один это официальная точка зрения науки вишневые сады уничтожены спасения нет возврата к прошлому нет это рецептов нет объясните мне еще раз будет еще один фильм еще 1000 рублей потрачу вот только для того чтобы свою мысль донести но как так если сто лет назад сюда зависли вишни здесь прекрасно себя чувствует войлочные вишни был момент их уже переименовали в сибирске так им хорошо было в сибири ну губить их научились я уже сколько раз говорил есть несколько агроприемов распространенных которые приводят к умышлению дерева за очень короткий период а потом когда начинает болеть гниет внизу а отсыхают ветки сверху и вот тут начинается сейчас гигантская индустрия по их как бы лечение псевдо лечения псевдо сейчас у меня впереди что еще бы немножко про обрезку поговорить вебинар по обрезке был но он затронул даже бесплатно вебинар всего 300 человек заинтересовался опять же на всю страну да впереди вебинар по абрикосам он будет послезавтра 27 конечно его тоже друзья не увидите вот этот фильм еще нужен почему все еще пройдет и продолжается уничтожение деревьев не только при попустительстве науки а под вас она возглавила это уничтожение деревьев и вот получается так это не надо волосы волосы и особенно вишни ну который мы знаете как у нас делится вишня волосы почему-то называть вишни а вишню нормально вишни вот вишня на длинные ножки ну подразумевается плодоножка вот и так у нас и называть чтобы как-то разделить название никто не знает и я истинно название сорта не да я вишня сибирская штампа это то что меч там так она пришла из европы 100 лет назад ну почему ее нельзя в европу вернуть только с моего участка можно несколько сотен тысяч косточек собрать это должна быть специальная операция по возвращении вишни по спасению вишневых садов почему они же здесь вот посмотрите видите какая сырость нас последние годы сплошная сырость сейчас только дождь кончился видите что творится но она у нас роду не болела никогда мы не знакомы с болезнями по этими абрикосов не болеют гриба грибковым заболеванием не валяют сливы не болеют вишни не болеют ничего практически не болеет вот и есть некоторые отдельные моменты но я не говорил но почему нельзя вишню штамповую как это явно это у меня удивительное чудо вот сейчас я найду фотографию да и сюда пришпандую я сам сделал открытие вот они вряд растут там невиданные урожаи им уже по тридцать лишним лет мелкая невкусная но зато вкуснейшее варенье а последний это культурная крупная как получилось такой же сень все и вот только когда а я же давно говорю это вишня явно что переселенцы столыпинский привезли эти вишни это не наука вот они ее тут сроду науки у нас не было они ее привезли в эту сто лет назад да и вот сто лет назад даже больше чем сто лет назад вот она здесь адаптировалась и дичала но ведь посмотрите вот это последний это дерево я уже старый уже называлась сибирской штаба уже говорю что она потом а поилась его и владимирской вишни и вдруг открытие только этой осенью я увидел на последнем дереве от ним даже не подходил у меня свои делать некуда а это соседская за забором а там настоящая крупная вишня вы представляете крупная настоящая вишня растет вот сеянца этот теперь сто процентов уверен что это бывшая владимирской вишня почему я нельзя в это но кому обратиться со словами смотреть в глаза кому я обращаюсь сейчас почему нельзя в европу вернуть десятки сотни тысяч косточек вот они почему нельзя в европу вернуть почему нельзя снова рассадить почему эта тема закрыта в руки опущены вот так вот вот это весь сюжет вот это все что я вам показывал будет выброшено вот это вот сейчас я еще собираю последние посылочки вот они видите последние осталось 1 2 сегодня по 3 25 апреля вот но но я объявляю следующий момент почему я выпущу этот фильм что я теперь впервые все лето буду рассылать сухие косточки для осенней посадки или для странификации собственными руками энтузиастов садоводов пони все лето буду рассылать время от времени в гостевой буду напоминать много не купят дай бог за все в лето вот такое будет вы представляете чем хорош что этот сервис то а амурскому но за никаких морозов не боится он же и по двое на него культурное приводство процента приживаемость и это уже проходил он хорош сам по себе вону здесь выдержит 40 градусов но пусть где-то большая часть косточки да все еще чуть меньше плоды но это не деградация это приспособление каждому району вот мне рассказали от нашей истории уже тарас рассказываю позвонил просто я говорю всегда как есть как хакас через жатом пою значит позвонил ко мне товарищ дальнего востока ни фамилии что не помню и говорит одна из фраз которая при том что я не помню ничего по жизни у меня так голова устроена только садоводство помню одна из фраз у меня врезают глаза а нашего мешкова кстати мешков это уникальный садовод дальневосточный я знаю вот он посадил 20 граммовые аморы а получил 90 граммовые плоды я ему верю потому что даже у этого сеянца могут быть культурные папы с плодами 100 грамм и вы знаете какие чудо может ждать вот это были 30 грамм буду 20 грамм радуйтесь это уже сенсация где сколько мне людей написала целые регионы то есть нет регионы это много целые районы не имеет ни одного абрикоса что они 20 граммовым абрикосом амурским потомкам не будут рады а вот так друзья мы сейчас я вам покажу несколько фотографий абрикоса амура перемешку сеянцева не сеянцева сеянца привитое вот посмотрите на это чудо вот а впереди лето хоть бы одну баночку купили вот такую ну на этом я и заканчиваю эту грустная тема вот про вишню которая даром не нужна европе вот про эти же абрикоса которые даже в сибири могут прекрасно себя чувствовать на холмах подчеркиваю на холмах вот так все друзья пока не прощаюсь как я хотел летом отдохнуть и сам душа надеюсь а может в день по посылочке день хотя бы по полсотни косточек жалко столько добра так друзья 25 04 вот сегодня снимаются три сюжета по какой последовательности они будут я вам не скажу один раз снят то ли он будет начали то ли в конце вот еще один потом еще один дело в том что дела такие этот год показал что ни о каком им это замещение речи быть не может вот сорта южная плодовая не приспособлены к россии сотни тысячи сообщений отовсюду беларусь и украина казахстан прибалтика наш юг наш север врал дальний восток сибирь североевропейской россии все это настолько запустится что кроме нескольких традиционных районов южных где еще хотя бы яблоки имеет все хорошего на мне светит а уж продать на садоводство с 20 нет сколько же это 23 миллиона дачных участков по россии официально зарегистрированы цифру я брал из официальной газеты российской 23 миллиона про этой речи быть сейчас идет вверх вещи которые добьются доводства и вы так уже никто не верит а у нас во всем районе нет ни одного абрикоса а нам огромном сказал а там еще ураган на ветра которые ломают привитые деревья как спички а там все гниет потому что посажены как положено как 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 будто бы положено по прививку и выше прививки идиотизм полнейший а там надо чтобы дерево вот кстати зацепил я одну эту фразу опять отклоняюсь не хотел нет не думал даже об этом говорить тут у меня гостевая книга вот в этом же компьютере и там спрашиваю что вот я прочитал операцию на пересадил пересадить и получим крупные прекрасные плоды на я сейчас и себя запишу может в конце скажу об этом они все-таки давайте так сейчас расскажу и так а потом уже было глобальных вещах да раз уже получилось так что мне вопрос этот задает как я к этому отношусь я к этому отношусь положительно но действительно вы сейчас упадете со стула казалось бы я что а это самое с ума сошел утверждаю что действительно если трижды пересадить дерево получил крупные прекрасные плоды вот ой 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 погодите радоваться погодите пересаживать это так сказать выводы сделаны на основании некоторых действий а причину этого не знает никто практически почему у нас белок аточка на один на миллион я вам как белок 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 аторщик объясняю представим себе то есть к откуда взялось это где-то когда-то у дерева у человека чахло дерево а пересажу каево на другое место она могла попасть на другую почву но чаще всего и скорее все она попадала на другое место где совсем другая энергетическая составляющая почвы почва излучает то есть не так даже сказать не почва нет почва обычно подразумевает там слой полметра метра а дальше пошла глина песок гравий вот плоть до магма а имеется ввиду нетра излучают некую энергию и называю биоэнергию она влияет на нас влияет на растения причем по-разному разных местах и вот с этого такого есть понятие гопатогенная зона есть понятие попроще гиблые места день чего не растет вот или плохо растет или уроды растут естественно что человек который садит чистом поле он понятия не имеет где чего он даже интуитивно не может у человек утратил связь природы и его биополя полностью деградировано такой степени что он не чувствует где поставить кровать поставить кровать таком месте где под зачет детей они сразу уроды иногда знаете опять небольшое отклонение хотя тема тоже гепатогенные зоны вы знаете когда дети детей рожают уродов или детей которые с детства в раковину заболевание все это ради старики могут болеть раками это было всегда одеть это все и вот это вот тема заблудшие науки которая до сих пор это выбраться не может из этой тупизны когда понятия не имеют что гепатогенные зоны надо изучать 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 с помощью нас помощью рамок с помощью лозоходцев вот пока хотя бы они реагируют эти выбирать людей с этих работ ни в коем случае не ставить кровати 1 вот сделать точнейшие приборы чтобы пошел с прибором и все видишь 2 они есть но еще не самые точно какие должны быть могут и ошибаться вот что надо и тогда не будет детей об об болеющих раков заболевания сейчас никто этого не знает потому что вот привыкли же к этому относиться как мистики или фантазии вот так вот что касается деревьев взял человек посадил гипотогенную зону не подозревающего гипотогена зона дерево чахнет пересадил лучше а еще пересадил. Ой, какое прекрасное. Еще дальше ответы самые. И вот, когда этого не происходило, то есть, дерево изначально чахло, больное, несчастное, тогда все и происходило. Что по именно? Гибли, и все, и человек забывал. А вот когда вдруг один случай на сотню, на тысячу, удачно пересадил, а оно вдруг стало прекрасным, деревом хорошо растет, здоровые плоды, сказочные, и он тогда и придумал. Просто пересадил. Но не понял причину, что он с геоподогенной зоны отсадил в зону нормальную, где прекрасно дерево развивается. У меня есть на первом диске одно из 20 дисков этот сюжет. Только эти диски не пользуются популярностью. И вот, значит, причина-то, видите, какая простая. И этот человек где-то написал какую-нибудь заметку, может даже 19 век, может начало 20 век, и пошло-поехало. И вот, когда плохо растет, если хорошо растет, что бы он стал пересаживать? Нет. А потом это суеверие распространилось так, что человек взял прекрасный саженец, посадил в прекрасное место, он прекрасно развивается, он еще не плодоносит. Нет, надо сдуру еще раз пересадить. Уже чисто механически, на автомате, уже просто не имея понятия, что оно бы и так бы на старом месте давало прекрасные плоды. Вот до чего доводит этот идиотизм, который превращается в распространенные на всю планету агроприемы. Их много. Я уже сколько их фактически поотменил, только наука об этом не знает. И знать не хочет. Творится невероятно. Одни ученые пишут, как убивать деревья, а другие при этом молчат. Вот и вся наука. И вот к чему я говорю. Сейчас видите, куда камера уставилась. Вот. Это статья. Вот. Это статья, которая называется «Муз строит двух сторон». Еще был живо этот журнал «Вестник Садовода» во главе с Александром Ребриком. Вот его редакторское слово слева, да. Вот он с уважительным, так сказать, не знаю, сможете его прочитать, не знаю, но как, я лучше не могу, я такой специалист, что если видно на экране, видно, нет, извините, вот что-то переведу сам на русский язык. В смысле на это, на звук, на звуковой язык. Значит, это вступление, это уважительное, уважительное вступление главного редактора Александра Алексеевича Ребрика. А дальше идет наша переписка. И вот к чему я говорю. Я, то ли первым сюжетом пойдет про вишню, которую надо Сибири, прекрасную вишню штабовую, переносить в Европу, то ли после этого вот сюжет это будет. Дело не в этом. Дело в том, посмотрите, что получается. Вот уже Курдюмов, да, вот он уже, так сказать, мой фактически, как его назвать, мой фактически союзник, мой друг, данный соучастник. Как же, книга-то вообще написана, это не шутка. Вот. Книга, это книга. Как говорит пословица, руки пися не горят, а уж книги тем более. И так, что он пишет. Прошу внимания, я один раз как-то где-то упоминал, но, может, один из вас из тысячи только это читал. И так, Курдюмов. Это статья в виде нашей переписки. Валерий Константинович, прослушав ваше выступление на интернет-марафоне по садоводству, услышал важное новое. Уже жалею, что это не вошло в нашу книгу. Я тоже жалею. Только сейчас стала видна глубина, до которой простирается ваше северное садоводство. Собрав кучу все ваши методы, вижу такое, за что и меня могут записать шарлатаны. Дальше, кто хочет, читайте, не читайте. Вы поняли сама фраза, как это прозвучало? И меня могут записать шарлатаны. И меня могут. То есть, я уже в шарлатанах. Не то, что нас могут записать. То есть, я уже там, а он еще нет. Дело в том, что это самое, он поверил мне. Вот. И, наверное, его тоже действительно запишут шарлатаны. Но как получилось, что, имея лучший сибирский сад, а по моростойкости по многим качествам лучше в России, я же шарлатан. Ведь шарлатаны не могут такого создавать. Понимаете? Не могут. Как это оказалось? Дайте, меня резануло, конечно, это. Он не зря же написал. Действительно, в научных кругах я шарлатан. Но это от обиды. Я пытаюсь их понять. От обиды. У нас нет абрикосов. У него есть. Значит, это самое. Тут еще ничего не скажешь. Но когда я немножко касаюсь теории, да, а самая главная теория, знаете, моя какая? Вот. Я хочу, чтобы вы это поняли. Это уже не первый раз. Ведь мы сейчас с вами будем говорить о косточковых культурах еще раз. Уже то, что пройдет, я буду говорить вебинар, и вот эта фотография, эта фотография, она тоже будет на этом вебинаре. Я тоже ее зацеплю немножко. Но вы фильм увидите позже, а вебинар из вас не увидит практически никто. Почему? Там сообщество людей, которые, ну, мягко говоря, садоводство имеют косвенное отношение. А мы фильмы смотрим те, кто действительно хочет быть садоводом настоящим. То есть это разные слои населения. А раз, получается, никто из вас этого вебинара не увидит, ничего страшного. Смотрите, самое главное. Итак, мое мнение особое, оно вытекает из того, что я сделал величайшее открытие. Ну, величайшее, конечно, это слово громкое. Я сделал открытие. Итак, вспоминаем школу. Вот. Садоводство развивалось. Это еще в школьной биологии, а я же, вот еще раз говорю, все, что касается садоводства я помню. Я не помню телефонов, адресов, фамилии. Я забываю лица людей сразу только отойдя на это, на один метр от них. Вот. Если даже у человека руки нет или ноги, я даже про это забуду. Вот. И не вспомню при следующей встрече. А садоводство помню. Я помню прекрасно, как нам объясняли, сейчас я не знаю, это украинская сельская школа. Вот. Нам объясняли, что шло развитие садоводства от нуля, то есть от дикарей до культурных, потому что где-то какой-то дикарь чуть-чуть помясистее, чуть-чуть там посъедобнее по сравнению с тем, что дикие растут в лесу. Вспоминайте, дикая яблони, несъедобная, дикая груша. Вообще, если невозможно, пыточные средства и так далее. Вот. Чуть-чуть где-то случайно там какой-то там это вариант отклонения уродства, это самое, то, что мы называем эволюцией, как правило, сторону уродства, но в данном случае то, что для уродства для дерева, для нас это может быть сладость, но это и есть уродство для дерева, а для нас нет. Якобы оно начало развиваться вместе с человеком, с соседлым образом жизни, и постепенно, постепенно пришло это к настоящему времени. Вот. А я посмотрел, 30 лет ходил, стукнулся по лбу, не сильно, а то подумайте, что это крыш снесло. И сказал себе, боже мой, а ведь все было не так. Не было человека на земле, а вся эта роскошь еще роскошнее была. Кто-то скажет, Эдем, сады Эдема, кто-то скажет, райский сад, кто-то скажет, золотой век на земле, но он был миллионы лет назад. Был, потом эти катаклизмы уничтожили, то самое прекрасное, а то, что выжило, быстро одичало. Вот тут сто процентов, вот что касается появления на земле животных, растений, у меня своя теория, это свое открытие, оно мировое, о нем сейчас даже заикаться не буду. Вот. Здесь Дарвин абсолютно не прав. Вот. Но что касается одичания и уже готовых выводов моих, дальше все по Дарвину. Одичание, деградация, восстановление. Почему? Потому что это уже просто следующий этап. Следующий. То есть, не это самое, если есть жесткая генетика, которая говорит, что вот это вот жесткий каркас, вот он такой, есть это и все, и навсегда. нет. Вот. В каждом этом, это так же, как у нас заложен хвост рыбе, был в этом самом. И у нас были жабры, когда мы были в виде этих самых зародышей. Это что, случайно? Не, затопит всю землю, и люди вернутся в океан, и жабры у них снова вырастут. Но это, ладно, другой совсем момент. Вот. Я хочу сказать, что именно, что касается растений, именно плодовых, они имеют не жесткая ДНК, они имеют такую палитру разнообразных качеств, которые ждут. Похолодание одни качества проявятся, если не успеют. Вот. Потепление лучшее качество проявится. Вот так и получился мой сад. Вот таким образом. я когда поглядел на это, когда скотики выращиваешь, оно не хуже, а лучше. А привитая, которая стопроцентная делаешь, стопроцентная биологическая миссия, еще лучше. Вот. Понимаете, что творится-то? Это я говорю, шарлатан. И, видимо, я так понимаю, сад можно не заметить. Ну, нету его. Знаете, как первые годы ждали, когда он просто погибнет. Вот. Просто вот возьмет и погибнет. А он что-то до сих пор никак погибнуть не может. А вот посмотрите сюда. Я сейчас еще. Это будет на вебинаре. Ну, ладно. Это Боднер, Борисович. Здесь, правда, нет абрикосов, они уже отошли, да? Все из семян выращено. Ну, где деградация? А? Смотрите в глаза, кто это самое. Где деградация? А я уже рассказывал. А у Мичурина противоположное мнение. А это самое. А привита на подвой. Подвой сильно влияет. Вот. Ну, и у него тоже не все были такие прекрасные. Но это не значит, что надо руки опускать. Это не значит, что надо это самое. А, ну и все. Бесполезно. На юге еще вырасят. А у нас бесполезно. Культурные замерзнут. Детки нам не нужны. Где она замерзла? Вот она, Сибирь, матушка. Вот так вот. Вот это я коротко на этом остановился. Почему? Потому что я сейчас еще вернусь на кухню. Или я уже побывал там. А это вдогонку. Еще не знаю, как рассортировать эти самые. Вот. Я хочу сказать, ребята, друзья мои, вот, ребята, это кто мои сверстники, с которыми я запросто. Нас так мало, кстати, осталось. Молодежи практически нет. Я хочу сказать, что невиданное богатство заключено в косточках. Невиданное. Если вы отнесетесь так же, как наука, ко мне, как к шарлатану, не зря же это оговорка. И меня запишут шарлатаны. То есть я уже там. Это значит, что когда мы написали книгу, были, наверняка, были какие-то призывы опомниться, одуматься. Да что там были? До меня отголоски доходили того, что Курдимов чуть ли не это самое. Перешел не туда. Не туда это самое. Он должен был придерживаться классических канонов. Вот так вот. И что получается? Возвращаемся на кухню. Там косточки. Поговорим немного о них. Впереди лето. Так, друзья. Еще маленький сюжет. Мы вернулись на кухню. Вот и 25 апреля. Вот и первый сухой заказ. Он поедет в Латвию. Поедет через скоб, потому что в Латвию напрямую отправить не могу. Вот. То есть человек дал адрес по так и оттуда будет переправлено дальше, до границы. Когда-то у нас границы не было. Кому стало лучше, не знаю. Но садоводам только хуже. Я не могу в Латвию отправить ни черенки, ни косточки, ни саженцы, ничего. Сама кухня. Это уже моя кухня. Образно говоря, кухня. Есть натуральная кухня, где мы питаемся. Но чаще работаем. Вот так выглядят сухие семена. Вот. Амур сеянцевый. Взятый вот из этой банки. Вот. Видите? Это взят. Это будет королевский. Смотри, какие прекрасные косточки. Чувствуете, что никакой халтуры. Натуральную величину косточки. Вот они. Сенцевая, конечно, поменьше. Амур а это вообще жердель с Украины. Вот. И патриарх Манжорский гибридный. У него десятки отцов. Он окружен культурными Атлантический океан с одной стороны, Средиземное море с другой стороны. Считать, что там климат не сырой, я бы не осмелился. Отсюда шансы именно королевские. Амур это Дальний Восток, это циклоны, это бесконечные дожди. Значит, у Амура тоже есть шансы вот это вот так. Далее жердели. Вот они, жердели, мои самые мелкие. Это юг Украины. Это Мелитопольская станция садоводства. Это притча Черноморья. Вот. В Краснодарской области, откуда их привез, я там прожил несколько зим у родителей, потому что у меня болел ребенок, и я в отпуске вывозил его туда именно в зимнее время. Вот. И что я там видел? Сырость бесконечная. Бесконечная. В воздухе висит туман. В воздухе висит влага. Значит, что получается? Дальний шанс для тех самых, для той самой Литвы. Ну, манчжурский гибридный абрикос, имея в родителях европейцев и азиатов. Вот. Это даже 50-50. Никто не знает, будут ли они сырость выдержат или нет, но безумству храбрых питаем песню. Заказ в кромнике 10-10-10-10-10-10-10. И так 7 раз. Вот. Сейчас я мешаю работать, заканчиваю эту короткую. И еще каталог сейчас закончили. Это же на лето каталог, он так и будет называться на летний серний период. И получится так, что поэтому с этим каталогом немножечко еще посидим за компьютером, потому что по саду не походишь сегодня. Апрель толку нет. Я вам покажу хотя бы плоды ожидаемые. шок. Субтитры подогнал «Симон»